Высказывания Пашиняна об участии в переговорах, третьей стороны, лишённые всякого основания и логики, последовали в этот раз буквально сразу после недавнего заявления сопредседателей Минской группы АБСЕ относительно неизменности формата переговорного процесса О том, чего добивается такими методами нынешний армянский премьер, и какими могут быть последствия этой политики для Армении, своим мнением Стрэнд поделился известный российский эксперт-международник Дмитрий Верхотуров По мнению российского аналитика, в этой позиции Пашиняна по поводу участия представителей сепаратистского режима в переговорах есть несколько сторон Это не столь простая вещь, как может показаться на первый взгляд Во-первых, это способ затягивания переговоров до бесконечности путём выдвижения заведомо неприемлемых условий Во-вторых, это, конечно, внутриармянский популизм и работа на внутреннюю аудиторию, которой обязательно подавая новости определённого рода Пашинян за время нахождения у власти показал себя весьма изворотливым популистом, так что он мимо этой темы не пройдёт В-третьих, а на что же всё-таки рассчитывают армянские дипломаты, сидящие в Ереване на улице Возгина Сарксяна? Полагаю, в отличие от широкой публики, их не надо кормить специально приготовленными новостями Они и так знают все обстоятельства переговоров Вряд ли мы можем сказать, что они только вчера открыли, что Азербайджан не пойдёт на переговоры с карабахскими боевиками, сказал Верхотуров По мнению известного публициста, в свете этого обстоятельства их упорство по проталкиванию за стол переговоров ещё одной стороны в данном случае отражает определённый план Суть его мне представляется следующей Сначала превратить двусторонние переговоры в трехсторонние Затем оттеснить Азербайджан на периферию переговоров, показав, успехи на переговорах, разговаривая, по сути дела, сами с собой Конечная цель этого плана состоит в том, чтобы вытеснить Азербайджан из переговоров вообще и решить дело в свою пользу Армения прилагает все усилия, чтобы, узаконить, силовой захват территории, и в общем, никогда от этой цели не отказывалась Фокус, карабахским народом, и приглашением за стол переговоров служит этой цели, и в сложившемся формате переговоров является, по сути, единственным способом добиться, узаконения, дипломатическими методами, сказал эксперт Азербайджан 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 Азербайджан